Здравствуйте! Вы на канале Уралспецтранс. В любой стране существует потребность в перевозке и кратковременном хранении нефтепродуктов. Транспортируя ГСМ и нефть в специальных контейнерах, цистернах, не нужно переливать продукты в случае замены вида транспорта. Это придает таким перевозкам повышенную безопасность и сохранность грузов. Здравствуйте, Никита! Здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, что здесь за новинка у нас в Уралспецтрансе? Цистерна, для чего она предназначена? Это контейнер-цистерна для перевозки светлых и темных нефтепродуктов. Стандартная конструкция. Используется здесь надрамник, бочка. Цистерна крепится к надрамнику при помощи хомутов. Надрамник имеет три комплекта контейнерных фитингов для установки на контейнеровоз. Имеется две стандартные горловины с экологическими коробами, два слива и соединение типа камлок. С обратной стороны у этих сливов идет рукоятки для управления донными клапанами. Также имеется катушка заземления для заземления всего контейнера цистерны при работах на ливе и сливе. Также в надрамник встроены финалы для рукавов. Но она вообще должна где-то стоять? Она не должна на земле? Да, она устанавливается на специальный контейнеровоз. Таких цистерн достаточно много делают? Да, контейнер цистерны компания Росписранс делает много разных объемов, разных конструкций. А внутри там что? Какие-то волнорезы есть? Внутри, да, используются волнорезы стандартной конструкции для предотвращения гидроударов во время торможения. Это емкость, у нее специальная горловина под разрешение, это для перевозки ГСМ. А это не для нефти? Нет. Она может использоваться для нефтепродуктов. Лестница для подъема, перфорированный настил для обслуживания горловин. На горловинах, естественно, используется окно для контроля при наполнении. Также на горловинах, на заленных горловинах используется дыхательный клапан. Цветовое решение, красное, так как это для светлых и темных нефтепродуктов огнеопасно, оно красного цвета. Ну, по желанию заказчика, любой цвет делать. Но вообще это требование такое существует? Да. Как бы стандартные наклейки, опасные для окружающей среды и два знака опасных с подножкой. Там сзади есть подножка этого знака. Ну, а вообще сколько она длины, высоты, ширины, как она по габаритам, по транспортным подходят? Это стандартный габарит 40-футового контейнера. Как бы вот у него контейнерные фильтры, они ГОСТ 12100. А это что за ручки? Ручка управления донным клапаном. Там на сливе стоит донный клапан. Как раз обычно мы ручки ставим короткие под самым донником. Вон он, под самым донным клапаном. А так как здесь он стоит на плоскости, если к нему снизу подхода нет, установлена специально удлиненная ручка, которая открывает донный клапан. Ящик для кашмы, ящик для песка. Так как это контейнер цистерны, у него нет ящика ZIP как такового. Там еще один сверху ящик стоит для запасных чистей. Стандартная рукава газофлекс ДУ-100 с оконцовкой по комлоку. Здесь два гнутушителя по 4. Специально для заказчика это, в прихоть заказчика была еще увеличенный лажемент. А зачем ему такое надо? Ну это просто, он посчитал, что стандартного ширины наших лажементов ему будет недостаточно. Он решил увеличить их, они увеличены на 30 мм каждый лажемент. Увеличены накладки на бочки на 60 мм. И увеличенный лажемент на 30 мм. Для большей плоскости прилегания. Обычно мы контейнер цистерны делаем без донных клапанов. А почему? Ну как бы они здесь ни к чему. А здесь есть донник? Как бы были, да, случаи, когда нужно... Дурочка, потому что длинная уже есть, тоже делали. На контейнер цистерны тоже было желание заказчика. Установка донных клапанов. Обычно просто вот слив идет, открываешь, как будто все бежит. А там еще дополнительная запорная арматура идет. Или бездонного клапана. Высота лажемента получается на контейнеровозе. У него упорные площадки идут по центру. Две упорные площадки. И по ГОСТу высота лажементов вот этих вот должна быть выше высоты опорной плоскости контейнерного финика на 20 мм. Ура! 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 На этом пока все. Не забывайте подписывайтесь на наш канал Уралспецтранс. Всем пока!